Детские книги Между прочим, детская литература появилась относительно недавно. Еще до 17 веки сказки детям рассказывали только устно. Хорошо, что сегодня этой проблемы нет. Детские книги печатаются и большим объемом. Не всегда с качественным наполнением, но их действительно очень много. А что же касается качественного наполнения, то казалось, что авторов, пишущих для детей умные книги, днем с огнем не сыщешь. Однако у нас в гостях прекрасная представительница этой, так сказать, касты. Анастасия Орлова, молодой ярославский автор, поэтесса. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро. Доброе утро, Анастасия. Мы знаем, что вы пишете и стихи для детей, и прозу для детей, откуда черпаете вдохновение. У вас есть свои дети? Есть. То есть, видимо, для них. Ну, я бы не сказала, что именно для них, но из наблюдений, из общения, а также, ну, я люблю природу. То есть, для меня сюжеты рождаются из наблюдений за чем-то. Я очень так внимательно ко всему отношусь. То есть, фантастические какие-то сюжеты не выдумываете? Нет. Смотрите, птичка пошла по подоконнику, пишете, птичка пошла по подоконнику. Я додумываю. Это, конечно, развивается, получается свое развитие и заключение, и продолжение, и так далее. А что легче писать, прозу или стихи? Кому-то легче писать прозу, кому-то легче стихи. Лично вам? Лично мне. Ну, я, наверное, в большей степени поэт, потому что моя проза тоже напоминает как бы стихи в прозе. Тоже немножко в рифму. Не в рифму. Стихи бывают не в рифму. Белые стихи называемые, правильно? Ну, примерно, да. Можно я посмотрю, что вы принесли с собой? Ой, я не просто так интересуюсь. У меня есть тоже подрастающее поколение для самых маленьких. Прекрасно. Мне кажется, это как раз наш формат. Яблочки. Полетели. А можете что-то процитировать пока? Из своего, конечно же. Ну, можно по книжке, можно. Я, давайте. Я свою родную ногу отправляю в путь дорогу, а туннель длиннющий жуть, вправо-влево не свернуть. Темноты я не боюсь, да и ты нога не трусь. Стихотворение о надевании колготок. А, кстати, здорово, очень полезно. Да. Ну, это в рифму. Это был крик души. Потому что так детей проще приучить. Ну, не то чтобы приучить, так веселее просто жить, наверное. А как вы, как у вас получается писать таким понятным для детей языком? Ведь очень часто мы берем детскую книжку, и там просто, ну, какой-то сплошной сюсюканье получается. Там ути-пути, там уточки пошли, колготочки отдели. Да, я думаю, что когда вот детям не очень, наверное, нравится, когда с ними как-то с уровня сверху, да, разговаривают что-то там. Либо приказывают, либо наоборот, там сюсю-пусю. Ну, в детской литературе есть такой один большой секрет, который для детей. А вы нам откроете. Детская литература, она должна нравиться не только детям, но еще и взрослым. То есть она должна проходить двойную проверку. Если она нравится только взрослым, значит, это не детская литература. Значит, это очень серьезно. Да, если нравится только детям, значит, это вообще не литература. А вот если взрослым и детям, то есть если какой-то есть такое двойное дно. Ничего себе. Подтекст, который интересен и взрослому читающему, то тогда... А вы на кого-то ориентировались, когда начинали свою, скажем так, карьеру? Есть какие-то любимые авторы? Мой любимый автор с детства был Александр Сергеевич Пушкин. Серьезно? Конечно. А я думал, Огнеобарто. Огнеобарто, безусловно. Первая книжка, которую я читала и любила, это была сказка о царе Салтане. А так, конечно, и Огнеобарто, и Маршак, и наш любимый Чуковский, у которого был позавчера буквально день рождения. Валентин Берестов, у которого был вчера... Чуковского. А, Чуковский, извините, да. Чуковского. А вчера у Валентина Берестова был день рождения. В общем, вся детская поэзия прошла рядом. То, что все читали детские. Мы знаем, что вы еще иллюстрируете свои книги сами. Книги нет, но я иллюстрировала стихи, и свои, и не свои, для детского журнала Кукумберек, который, к сожалению, сейчас уже не издается. Ярославский был журнал? Нет, это был не Ярославский журнал, он издавался в Москве, по подписке у меня есть в библиотеках. Это великий журнал, ты не знаешь такого. Да, ну я правду. Это очень хороший журнал, вы можете найти подшивки и почитать, там очень много всего интересного. Наверное, упустил, Катюша. У тебя просто, видимо, давно не было маленьких детей. Давно не было маленьких детей. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, книги, такая сложная, мне кажется, на данный момент, да, в данное время интернета, компьютеров, планшетов стезя писать книги, да, потому что, наверное, какой-то процесс очень длительный занимает, вот, написание, потом нужно куда-то идти в издательство. Как вот все это происходит? Как доходит от вашего письменного стола, либо от вашего компьютера, да, рассказ до читателя? Ну, сейчас это, ну, примерно так и происходит. Я пишу, потом предлагаю в какие-то издательства, и потом книжка по-хорошему издается. Ну, для этого мне пришлось посетить множество литературных семинаров для молодых писателей, пишущих детей, победить там в каких-то конкурсах. Да, кстати, мы знаем, что вы очень много наград получили в различных номинациях на различных конкурсах. Как так получилось? Ну, просто участвовала. Участвовала. Ну, какие, назовите, может быть, сейчас ярославцы будут вами гордиться. Будут говорить, о, у нас есть Анастасия Орлова. Я просто читала, там вот такой вот список, честное слово. Да, я даже... Ну, вот за вот эту книжку «Яблочки-пятки» премия Дельвига в номинации, там дебют премия Маршака в номинации, дебют детской литературе. Обратите внимание. Эта книга победила в конкурсе «Новая детская книга». Обожаю ходить по облакам. Да. А сюжеты про что? Я понимаю, что все из жизни, да, но тем не менее, то есть есть писатели, которые, например, ну, вот мне в детстве, как мальчику, нравилось про космос, да, мне нравилось про какие-то иные миры, там, а девочкам, не знаю, наверное, там, какие-нибудь цветочки, туфельки, там, платьишки нравятся. Вот. У вас, вас к чему обычно тянет? Трудно сказать, к чему меня тянет. Нет. Я обычно, как бы, мне нужно посмотреть, чтобы что-то написать, ну, и додумать. Ну, темы разные абсолютно. То есть вашей музыкой может быть изменяющейся природой, я не знаю, да? Конечно, безусловно. А у женщин тоже называется муза? Я просто думал, что муж. Музык. Муж. Муж и дети. Муж и дети. Муза. Муза, она для всех. Она для всех. Женщина, да? Да, трудится, да. Няня для поэта. Ну что, спасибо огромное, что вы к нам пришли. И сегодня в нашей студии была молодая ярославская поэтесса Анастасия Орлова, и мы узнали, что музу можно призвать, и муза бывает не только у мужчин, но и у женщин. А я узнал, например, что вообще у нас в Ярославле есть детские поэтессы, потому что до этого я не знал. Вот в этом-то вся и проблема. Можно чуть почаще об этом говорить. Детская литература, она есть и существует, и более развивается даже. Обещаем, обещаем вас звать, звать еще поэтесс, если мы их найдем в Ярославле. А вы обещаете, что каждое утро будете начинать с замечательного чая Дольче Вита. И программа «Самое доброе утро», конечно же. Спасибо. Спасибо.